В общем, дядя Руслан мне позвонил, сказал, что он задерживается. У меня волосы что-то как-то не хотят лежать нормально. Я после душа его жду. Вот я всё-таки решила примерить для вас халат. Только я хотела, думаю, может сейчас сфоткаюсь в красивом халате старый. Я его вывесила на балкон проветриться. Солнце было и ушло. В общем, ребят, у меня такой тут, короче, просто турмалин. Турмалинчик я себе купила. Кулон такой из чёрного турмалина. Как раз от вампиров. Должно помочь от всяких высокодуховных и бездуховных, и всяко разных. Ещё я купила такие серёжки. Кстати, они стоили всего лишь, по-моему, 300 рублей. Из чёрного такого хрустального стекла. Они, на самом деле, просто из чёрного стекла и бижутерных споров. Но они так хорошо, как ни странно, смотрятся. И ко всему подходят. Я смотрю, вроде достойные серёжки. Так у меня, блин, прыщи скачут. Как всегда, как обычно перед важной встречей, всё время вскакивает всякая гадость. В общем, для вас я примерила такой халатик. У меня такой выпускной такой халат. Ну, я опасаюсь, что если я буду много показывать, видео опять может перевернуться. Короче говоря, как это часто бывает. Я надела такие концертные трусы. В общем, и жду теперь приезда дяди Руслана. Ну, боюсь, что опять перевернётся моё видео. Потому что не любят YouTube каких-то пикантных видосиков. Хотя я вот этого не понимаю. Я не понимаю вот этого злопыхательства, хейтерства какого-то. Я не понимаю, что плохого в обнажённой натуре. Я училась просто в университете в художественном. И у нас была обнажённая натура. И мы её рисовали совершенно спокойно. Я не отношусь к каким-то зашоренным гражданам. Сейчас 21 век. И я не считаю, что тело является чем-то греховным. Если так подумать, человек даже с религиозной точки зрения человек сотворил Бог. И сотворил его полностью, включая гениталии. И поэтому тело не является чем-то таким греховным, постыдным, позорным. Что это нужно прям вот прятать ото всех. И никому не показывать. И я не думаю, что если там какие-то дети, даже случайно зашедшие на мой канал, и увидят меня прям в халате или в белье, и у них там будет моральная травма. Потому что я в детстве ходила и на пляж. Я в детстве занималась плаванием в бассейне. Я ходила у нас даже в детском садике был бассейн. И естественно, там перед бассейном нужно же душ принять. То есть все заходили. И я ходила даже так, как я умела плавать, я ходила во взрослый бассейн тоже. Ну, когда мы отдыхали где-то там вот в дом отдыха, и там выходили взрослые тетки, все раздевались, принимали душ, одевали купальники, шли плавать. И мужчины там тоже в плавках были. И у меня как-то не было никаких моральных травм духовных от созерцания тела людей в плавках, в купальных костюмах, тела других женщин вообще голыми. Наоборот, мне нравилось на них смотреть. Даже в детстве. И я вот поэтому не могу понять моролофагов, которые прям брызгут слюной, что ой, вы снимаете ужасные видосы, их нельзя показывать, их дети смотрят. Детям нужно показывать людей только в тулупах, в ватниках, в унтах, в шапках-ушанках. А просто если дети увидят тело человеческое, у них будет травма моральная. А в институте мы даже рисовали там корше, такой это человек без кожи. Изображение. И не было никаких моральных травм. Я о чем просто. Сейчас какие-то чересчур нежные стали моролофаги, которых куда ни плюнет, у них сразу моральная травма. И я не считаю, что показать тело это как-то постыдно, страшно, стрёмно, позорно, зашкварно и так далее. Потому что никто не заставляет смотреть мой блог. Но по-моему, дело, что там демонстрация крупного плана антименталии или плавого арта, это из-за порнографии, и этого уже не пропустят цендура, просто удалят. Но женщина или мужчина в белье, я не понимаю, что в этом такого. Это можно увидеть и в обычной бытовой жизни, и на пляже можно увидеть гораздо больше. И поэтому я не понимаю, что я должна там стесняться, пугаться, и как-то так... Из-за чего я должна переживать? Я что-то как-то не могу понять. Мы живем не в мусульманской стране, мы живем в свободной стране, где, собственно, каждый делает, что хочет, лишь бы не нарушался закон. А закон у нас это уголовный кодекс, а не то, что там придумали какие-то понятия. Каждый человек сам себе понятия какие-то придумывает, и сам по ним живет. Ну вот если ты придумал какие-то понятия, ну и живи по ним сам, не надо требовать от других людей, чтобы они следовали твоим понятиям. Как говорится, со своим усталым не ходят в чужой монастырь. Для моего канала нормально то, что я показываю. Если для вас это ненормально, это оскорбляет ваши духовные скрепы, разлагает ваши моральные устои, то можете идти на другие каналы, что вам мешает там. Есть канал Спас, есть там другие всякие каналы религиозные, различных религий, можно там тусоваться. Что ж прям вот моролофагов их прям как тянет на мой канал, как будто тут это намазано чем-то таким привлекательным для моролофагов, которые все смотрят и возмущаются. И вот когда они начинают, вот ты там живешь как-то неправильно, а как правильно? Какие-то сводки есть, что вот как-то вот правила какие-то вот. Вот у нас есть правила, вот у меня на работе есть пособие и есть правила подготовки макетов к производству. Там вот правила, что я должна делать с файлом, чтобы в производстве, как я должна оформлять это все, чтобы в производстве это все было грамотно, без ошибок изготовлено. Потому что если эти правила будут не соблюдаться, то на выходе мы получим совершенно не то, что утвердил заказчик, это будет брак, рекламация, и мы не получим деньги. Наоборот, мы будем работать не так. Это я могу понять. Правила. Правила подготовки макетов, правила вождения на дороге, чтобы не сбить там других каких-то водителей. Там есть правила определенные. Правила грамматики русского языка, там и других всех языков есть. Правила, как правильно писать, чтобы это было понятно другим людям. Есть правила поведения в обществе. Это называется законы. То есть уголовный кодекс, гражданский кодекс. Это правила поведения в обществе. Вот у нас в России действует российский кодекс. В Саудовской Аравии там другой кодекс. Там женщина должна там одеваться определенно. У нас в России нет каких-то определенных требований в уголовном кодексе к одежде человека. Она должна быть приличная на улице. А дома человек может ходить так, как ему удобно. Собственно, у нас на работе есть свои правила. Дресс-код называется. Сейчас я буду кушать апельсинчик. Я уже давно его хочу. Сейчас я его зарежу. В общем, на работе у нас есть другие правила. Они называются дресс-код. И им тоже надо соблюдать и соответствовать. Такой странный апельсинчик. Такое ощущение, что он хочет... Этот апельсинчик хочет выдавить из себя другой апельсинчик. В общем, я боюсь, что мой... Какой-то неприличный апельсинчик, вам не кажется. Он, наверное, моральные устои разлагает. Он какой-то неприличный. В ощущение, как будто он хочет выродить из себя второй апельсинчик. А с этой стороны у него целлюлит. Смотрите. Он весь покрыт целлюлитом. В общем, это какой-то очень неприличный апельсинчик. Он устои разлагает вообще морально и очень сильно. И, наверное, тоже духовный. Он бездуховный. У него нет духовных скреп, которые должны быть у всех апельсинчиков. И он, наверное, вообще не по понятиям апельсинчиков живет. Поэтому вот я его и съем сейчас. Вот. Странный апельсинчик. В общем, о чем я говорю? Есть определенные правила поведения в обществе. У нас там на работе есть дресс-код. Там шорты нельзя носить. Есть определенные правила поведения на дороге. Есть определенные правила поведения там-сям. Они прописаны в Уголовном гражданском кодексе. У нас в кодексе компании прописаны там правила. я подставку сейчас буду сооружать в общем, а вот эти всякие, то что не прописано нигде, то есть ни в уголовном кодексе, ни в гражданском кодексе, ни в кодексе компании это не является правилами поведения, это являются какими-то понятиями а понятия, у каждого человека свои понятия существуют и то, что там для кого-то неприемлемо приемлемо обнажение фотографии, селфи в белье а для кого-то это вполне приемлемо, для кошки вообще приемлемо обнажение, они вообще ходят голые и попытка их ходить как-то не увенчайзовалась успехом кот вообще отвернулся от меня в общем, существуют правила они написаны в законах у нас российских действующих, все остальное это какие-то понятия и вот то, что, ой, я живу ой, неправильно ой, плохо ой, недостаточно чисто целина, недостаточно в квартире нет хрустальных люстр золотых унитазов там, получаю я не сто пятьсот тысяч а обычную заплату вот, ну нет, блядь вот, нет таких правил каких-то, вот, как именно должно быть чисто есть там, что должны соблюдаться санитарно-гигиенические условия пользования жилым помещением они у меня соблюдены то есть у меня нет ни крыс ни тараканов ни запаха который бы беспокоил соседей во всяком случае от соседей жалоб от моих лично я не слышала на какой-то там, не знаю на запах на грязь еще на что-то а что там происходит у меня в квартире это лично мое дело и дело того кто со мной живет если тот со мной будет жить если со мной никто не захочет жить то, как бы блин, ладно буду жить самостоятельно как-то одна ничего страшного не вижу в этом и все остальное касается вообще в целом моей жизни не надо мне какие-то там свои правила транслировать всякие вот эти вот критические очень замечания там оскорбления и прочее я буду удалять потому что на самом деле я не обязана выслушивать там, читать о себе какую-то критику на самом деле критиковать меня может кто? начальник я уже говорил про критику кто может вас критиковать на самом деле? тот, кто вам платит деньги если вам платят деньги на работе ваши начальники могут вас критиковать совершенно вот если вы живете с мужем допустим на содержании мужа вас может критиковать муж, если он вас содержит. Если он вас не содержит, тоже можете совершенно говорить, не надо меня. Вас могут критиковать родители, если вы живете на попечении родителей. Вас может критиковать тот, кто для вас что-то делает. То есть тот, кто предоставляет вам жилье, тот, кто вам дает деньги, тот, кто о вас заботится, то вы еще можете со стороны этого человека послушать критику и то до определенного предела. Если начинаются какие-то оскорбления, можно совершенно спокойно сказать «Не надо меня оскорблять, я не обязана слушать твои оскорбления» или если кто-то начинает на вас орать, спокойно говорит «Не надо на меня орать, не надо на меня оскорблять». Я не нанималась это слушать. Это уже является нарушением закона оскорбления и всякие там распускания слухов, порочащих чести, достоинства и все остальное. Это является нарушением закона. Вы это слушать не обязаны. Можете спокойно сказать, что вам не нравится. А если кто-то вас начинает критиковать, даже если на работе кто-то очень сильно насел, вы можете прямо сказать, что мне не нравится там такая критика постоянная, мне бы не хотелось это слушать. Но на работе вас могут уволить, если вы там что-то не делаете, или что-то у вас какие-то косяки получаются, и вы там еще... То могут сделать выговор. А если вы там слушать не хотите, то вас могут, в принципе, и уволить с работы. Почему? Потому что вам за это платят. На работе вам за это платят. Все остальные люди, бабки, тетки, старые и младые вампиры, моралофаги, всякие там священнослужители, еще там кто-то вас критиковать, тем более оскорблять, не имеют права. Потому что они вам не платят на каком основании. Вы можете сразу сказать, кто такие вообще, чтобы меня оскорблять, там, чтобы меня критиковать, чтобы меня учить жизни. Вы кто вообще, собственно? Вы какое участие принимаете в моей жизни, что вы взяли на себя полномочия как-то меня там учить, или как-то меня там критиковать? Не, ну на самом деле. Это вот такой просто... Я даю такой обобщенный несколько ответ всяким хейтерам, которые пишут про то, что я живу неправильно. Это ужас, страх, позор, тлены, безысходность. Собственно, ваше-то какое дело? Это вот специально я говорю тем хейтерам, которые меня сейчас усиленно критикуют. Какое ваше дело? Как я живу? Какое вы участие принимаете в моей судьбе, что вы позволяете, ну, себе меня критиковать и писать на всякие там гадости? Ой, ну вот, вы же выложили свои видосы, вот мы вам будем сейчас писать свое мнение. Я не хочу слушать говнистое всякое мнение и оскорбление. Поэтому всякие говнокомментарии я буду удалять, и я имею полное право на это, потому что это мой канал. Если вам не нравится, заведите свой канал с ЖЖ, еще там что-то, блог, и пишите там что хотите, и снимайте там что хотите, это ваше дело. На своем канале я хозяйка, и я, собственно, буду подтирать и удалять говно-комментарии, потому что я так хочу, потому что я так могу. Вот такие вот дела. Вот. И всякое остальное там, осуждение, это ваше осуждение, это ваши проблемы, ребята, потому что я закон не нарушаю. Вот. Такие вот дела. Собственно, кстати, кстати, о птичках осуждение, это грех. И не только в христианстве, для тех, кто не знал вдруг, для тех, кто в танке. Потому что очень любят говорить, ой, грех аборта, грех блуда, куда ни плюнь, везде грех, причем совершенно забывают, что осуждение как бы тоже грех. Вот так вот. И не меньше, чем остальные. То есть, нигде не написано, что осуждение, это маленький грех. Обсуждать и направо, и налево, боженька, простите. Вот. Такие вот дела. И про всякие там общественную критику, общественную какую-то общество, может там как-то начинать меня критиковать, если я буду нарушать закон. Но пока я его не нарушаю, то, как я живу, остается сугубо моим личным делом. Вот. Такие вот дела. Что, собственно, я и хотела сказать сегодня. То есть, есть законы, то, что прописано в правилах, есть свои законы там. В монастыре свои законы, в компании коммерческие свои законы, на производстве свои законы, в торговых компаниях свои законы. Вот. На таможне третьи законы там, и правила поведения там. В театре нужно вести себя одним образом, определенным образом. Нужно вести себя в театре. Если ты находишься на каком-то опасном производстве, там на стройке, тебе каску надо будет надеть. У нас там жилет надо носить людям на производстве, кто гостей, чтобы их было заметно издалека. Если ты дорожный рабочий, тебе нужен жилет светоотражающий. Если ты работаешь судить, тебе нужно костюм носить. То есть в каждом, в определенном месте существуют свои законы, которые нужно выполнять. Одни должны быть прописаны и указаны. Человек должен быть с ними ознакомлен. На моем канале каких-то особо морально, духовно скрепных законов не прописано и не указано. Поэтому я считаю свой образ жизни и свое ужасное поведение вполне допустимым в рамках моего канала и в рамках моей жизни. Потому что я законы не нарушаю. Вот такие вот дела. Так что привет моралокам. Ваши комментарии я буду подтирать. Да, всем спасибо. А я сейчас приступлю к апельсинчику.